подпишитесь на канал тогда вы будете в курсе всех новостей шоу-бизнеса и не только быть знаменитостью не так-то просто как кажется некоторые селебрити сталкиваются с большим вниманием прессы и поклонников а некоторым наоборот не хватает славы денег и хороших ролей в кино или раскрутки своих песен так или иначе многие известные личности буквально сходят с ума и непонятно почему с ними это происходит hit ledger очень молодым ушел из жизни актер hit ledger мужчина очень старался вжиться в роль джокера который как мы помним больной человек социопат и психопат коллеги по съемочной площадке говорят что актер закрывался в гримерке и часами разговаривал сам с собой затем hit перестал спать его мозг не хотел понимать реальность актер уже не мог отдыхать спать хиту ledger было всего 28 лет когда он в номере отеля выпил смертельную дозу снотворного с транквилизаторами бритни спирс всем известная бритни спирс начинала с алкоголя а закончила свой путь в бездну наркотиками в итоге ее бывший муж кевин федерлейн проживший с певицей более трех лет отсудил у нее двоих детей мальчики до сих пор живут с отцом потребовавшим с бритни алименты в размере 20 тысяч долларов ежемесячно тяжело переживая развод с любимым а также потерю своего материнства еще и с такой огромной суммой алиментов певица буквально сошла с ума она побрилась на лыса и стала творить непонятные вещи зачастую оказываясь в полицейских участках аманда байнс аманда байнс в начале двухтысячных эта девушка сыграла несколько главных ролей в известных комедиях чего хочет девушка она мужчина любовь на острове актриса нравилась нам тем что помимо привлекательной внешности она легко и непринужденно умело смеяться над собой роли в комедиях ей давались хорошо но девушка хотела попробовать себя в другом амплуа актриса пробовалась на роли драматического характера однако ей отказывали в 2009 году аманда начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками она также садилась за руль в нетрезвом состоянии и попадала в неоднократные дтп сейчас актриса прошла курс реабилитации в психиатрической больнице и мечтает вернуться в киноиндустрию она располняла до неузнаваемости джим керри весельчак джим керри казался нам таким беззаботным в комедиях которых он играл однако не все так легко на самом деле актер постоянно впадал в депрессию из-за этого ему пришлось обратиться к специалистам после чего джиму был поставлен диагноз синдром дефицита внимания некоторое время актер сидел на антидепрессантом а сейчас он нашел успокоение занятия в живописи алексей панин российский актер алексей панин стал популярным благодаря фильму жмутки видимо слава так скружила ему голову что он решил оторваться по полной и как это сейчас модно похайповать актер постоянно устраивает пьяные дебоши попадает скандальные ситуации оскорбляет людей снимает странные видеоролики но самое интересное что алексея не признали невменяем джейк лойд обычно известные роли которые приносят актерам славу и деньги радуют их они стараются сниматься все больше и больше но джейк лойд уже в 10 лет понял что киноиндустрия это не его конек снявшись в звездных войнах мальчик стал напрягаться когда к нему подходят журналисты или фотографы а со временем он просто-напросто возненавидел камеры и все связанное с этим внезапно обрушившаяся слава помешала мальчику продолжать сниматься в кино последствии экспертиза подтвердит у джейка шизофрению и он будет долгое время лечиться в психиатрической больнице мэрилин монро мэрилин монро был поставлен диагноз маниакально-депрессивный психоз она постоянно принимала транквилизаторы и алкоголь чтобы хоть как-то забыться примечательно что эта болезнь передалась ей по наследству таким расстройством страдали ее мама и бабушка ее личный психиатр старался как мог но он ничего не смог изменить когда актриса выпила огромную дозу успокоительных и снотворных препаратов мэрилин монро скончалась в возрасте всего лишь 36 лет если вам интересно узнать о жизни звезд голливуда пишите в комментариях